Музыка 75 лет назад завершилась Ялтинская международная конференция руководителей союзных держав. Сталин, Черчилль и Рузвельт обсудили принципы послевоенного мирового устройства. И эти принципы никто не смел оспорить почти полвека, пока их гарантов был Советский Союз с его международным авторитетом и военно-промышленным потенциалом. В эти же февральские дни, только двумя годами раньше, после Сталинграда Красная Армия освобождала Дон и Кубань. Так 12 февраля от оккупантов был очищен Краснодар, 13-14 февраля Ростов-на-Дону. И мы помним это и чтим воинов-героев. Война и победа – это наш государственный рубеж, который нельзя сдавать. Мы дружно провозгласили «нет» зарубежным фальсификаторам и даем жесткий отпор на всех уровнях. Но внутри страны такой четкой позиции, к сожалению, нет. И в результате мы регулярно слышим и видим неправду. Например, в телесериалах о войне, где есть только трусы командиры и ненависть безоружных солдат к советскому строю. Порой мы слышим официальные речи, в которых нет ни слова о Советском Союзе и о Красной Армии. Есть и откровенные ляпы чиновников, умудряющихся сравнивать дурнопахнущую мусорную кучу с легендарным и святым Мамаевым курганом. Это не просто оговорочки, это образ мысли. От драпировки на Ленинском мавзолее 9 мая и попытки запрета знамени Победы и портретов Сталина на мероприятиях. Это разве не отход от исторической правды? Депутаты нашей фракции уверены, чем дольше такое будет продолжаться, тем уязвимее будут позиции России. Ведь Ленин и Сталин – это руководители страны, которая, будучи построенной под их руководством, переборола хищного фашистского зверя, переломала колоссальную военную машину, а советские солдаты и полководцы, опираясь на промышленный потенциал и крепкий тыл, научившись воевать и побеждать, да, сначала в 1941-м они были недостаточно умелыми, стали в итоге лучшими в мире, и боевые потери Красной Армии сравнимы с потерями Вермахта. Границы советской державы были значительно расширены, возвращены многие земли, потерянные после распада Российской империи. За короткий срок были преодолены огромные разрушения, и это тоже следствие массового народного подвига, грамотного и ответственного управления страной, советской идеологии равенства и братства народов. И эти факторы победы неразрывны. Наш народ явил миру небывалый патриотизм и героизм. В одном строю сражались граждане СССР всех национальностей – большевики и атеисты, христиане и мусульмане, казаки и священники. Но фундаментом этого общенародного порыва была именно государственная система, плановая экономика. Именно она дала в руки солдатам оружие и лучшую технику, хлеб и боеприпасы, обеспечила медицину, возвращающую в строй. Это и есть системная правда о войне, без которой любые факты, вырванные из конкретных условий, превращаются в домыслы типа «победил народ вопреки руководству». Почему об этом приходится говорить снова и снова? Потому что без усвоения исторических уроков сегодня невозможно правильно строить социальные и экономические основы государства, отражать их в Конституции. Наши текущие конституционные проблемы заключаются не только в формулировках основного закона, но и в том, как выстроен механизм их практической реализации. Возьмем, к примеру, положение о социальном государстве. Ряд норм, связанных с ним, реализуются далеко не в полной мере. Вот статья 37, часть 1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Но где рабочие места, например, в сельской местности, в малых городах? Если не выполнена задача о создании 25 миллионов квалифицированных рабочих мест, то как могут трудоустроиться граждане России, тем более по выбранной специальности? Статья 41, часть 2. О бесплатности медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях. Но при наличии этой статьи уже треть от общих расходов на здравоохранение несут непосредственно сами граждане, оплачивая медицинские услуги и лекарства, причем не только в частных клиниках, но и в государственных организациях. И одна из причин – это хроническое недофинансирование системы здравоохранения, из-за чего мы имеем и дефицит кадров и лекарств, и нехватку средств скорой помощи, и преждевременную смертность. Статья 43, части 2 и 3. О гарантиях дошкольного, основного, общего и среднего профессионального образования и о праве каждого гражданина на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном учреждении. Но куда движется число бюджетных мест в вузах? Растет или падает за последние годы? А каково качество высшего образования, которое разрушают баллонскими реформами, формирующими по заказу транснациональных корпораций не творца, а потребителя? Статья 55, часть 2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. А что такое пенсионная реформа, которая совершенно очевидно ущемила интересы подавляющего большинства населения? Вместо создания условий для развития экономики, научно-технического прогресса и создания новых рабочих мест, государство повысило возраст выхода на пенсию. У нас лучше всего реализованы статьи, связанные с отношениями собственности. Частная собственность, закрепленная в Конституции, первой во всех статьях, начиная с использования природных ресурсов, явно доминирует над остальными формами собственности, включая государственную, и в реальности. Но это отвечает интересам небольшой части общества, а значит, никак не укрепляет основ государства. Поэтому КПРФ давно требует как смены реального курса движения страны, так и серьезного ремонта Конституции. И сейчас, реагируя на президентскую инициативу, наша партия предложила ряд своих поправок, прежде всего по экономическим и социальным основам государства. Мы убеждены, что главной целью конституционных изменений должна быть реализация интересов большинства граждан России. Гарантии этих интересов должны быть четко прописаны в Конституции, а также подкреплены столь же четко выстроенными механизмами их осуществления в реальной жизни. Чтобы все это было как следует, без спешки, всесторонне проработано, необходимо создать такой институт, как Конституционное собрание. Закон об этом ранее вносился нашей фракции. И кроме того, мы за то, чтобы по всем ключевым вопросам был проведен полноценный референдум. Главное слово должен сказать сам народ России. Коллеги, вчера Россия и весь русский мир прожили очередной день памяти Александра Сергеевича Пушкина. «Творчество великого русского поэта – это и тонкая гражданская лирика, и эпос «Глубинная народность». «Народ безмолвствует» – такова заключительная строчка ремарка исторической драмы Борис Годунов. Дворцовые перевороты и борьба за власть мало интересуют простых людей до поры до времени. На их молчание красноречиво. Уж если народ соберется с силами и скажет свое слово, тогда только держись. В нашей истории был и Пугачевский бунт, о котором, кстати, тоже прекрасно написал Пушкин в своей истории Пугачева и в «Капитанской дочке». Была и радикальная народная революция, и гражданская война. Несколько дней назад на телевидении прошли сюжеты, посвященные судьбе Александра Колчака. Вновь и вновь предпринимаются попытки его политической и юридической реабилитации. Но следует помнить, что, во-первых, речь идет не о том, что Колчак был полярным исследователем, а о том, что в условиях гражданской войны он был политиком, принявшим титул верховного правителя, по сути, военным диктатором на Урале и в Сибири. Он нес ответственность за жестокий массовый террор в отношении не только противников его режима, но и тысяч мирных жителей, простых крестьян и рабочих. А во-вторых, патриот Колчак был зависим от британской, французской и прочей зарубежной военщины, которая использовала его для развала России. Все это есть в документах и рассмотрено Верховным судом Российской Федерации. Не стоит забывать и то, что именно красный социальный проект большевиков прекратил гражданскую войну, покончил с угрозой растаскивание России на куски, обуздал стихийную энергию народа и направил ее в созидательное русло. Об этом в свое время, в 1937 году, емко сказал серьезный критик большевизма, русский философ-эмигрант Николай Бердяев. Благодаря большевизму произошло соединение воли к социальной правде с волей к государственному могуществу. Именно... Редактор субтитров А.Семкин